Дорогие колени, на этой части нашего заседания мы прослушиваем два доклада, и сейчас я предлагаю на режиме нашего председателя «Докладчика». Итак, в виде лейтума «Баргарские тексты в Сибири» по материалам специалистических экспедиций 2004-2008 годов. Пожалуйста. Спасибо. Уважаемые коллеги, я считаю это большой честью выступать в конечном разговоре, и как раз на родственных семьях, потому что можно заниматься разными вопросами, можно задать в какой отношении к тайским материалам и к Владимиру Павловичу, но в принципе это было бы неправильно. Я считаю, что вопросы, которые касаются латерской призменности, находят друг к проблемам, которыми занимаются балтистиками в целом. Смотрите, один предмет из его академической речи, которая была преднесена, когда Владимиру Николаевичу Топорову получалась так называемая «Большая медаль», которая считается очень уже большой вам радовой нашей «Разельной наук» в 2002 году. И вот между других вещей, которые он актуализировал в это время, он сказал также такие слова, которые я тут цитирую. Если кому-то интересен этот материал в целом, вы можете на латышском читать его чуть-чуть по рукам, вы можете смотреть, где он опубликован, его легко можно найти в интернете. А что касается Владгальского, то можно там дальше в тексте увидеть, я его пометила зеленым, ну и в принципе тут тоже цитирую. Значит, он говорил, среди тех 5-7 основных заданий, которые должна решать балтистика одно связано с изучением латайского языка, или если это вас шокирует, латайского диалека. Ну, мы знаем, что определение этой разновидности языка, как это у нас записано в государственном языке, который в силу с 2000 года это латайский письменный язык, так называемый, определяется как разновидность латышского языка. А в принципе, с точки зрения латайского языка, на него можно посмотреть по-другому, и как уже в монографии балтийского языка в 2006 году это появилось, во многом целесообразнее говорить о нем как одной определенной системе, то есть уже как об определенном языке, тем более, скажем, на территории России, где он являлся для одной части жителей, хоть и для не очень большой части жителей, единственным средством общения, и так он оставался более 100 лет, и такими мы их находим после своих этнолингистических экспедиций. Но это на счет неясного статуса. Ну, поэтому, Владимир Николаевич говорит, если это вас шокирует, ну ладно, латайского диалека. Ну смотрите, что дальше. Латгайская письменность возникла не вчера. Возникла не вчера. И вот мы часто забываем очень важные исторические даты, то есть 1629 год по 1917, когда Латгария была зелена от остальной России, сперва как составная часть после Аутмарского перемирия сжечь госполинты, а потом уже Российской империи. И только с 1917 года можно говорить снова, что что-то общее образовывается между этими регионами Латвии и Латалии в том числе. Не вчера. Можно приводить сравнение. И вот мне нравится самой, ну просто так посмотреть со стороны, как это выглядит, если берем в виду такие важные издания, которые в любой письменности являются важными. Ну скажем, когда первая книга появилась? Ну получается, что на Латвийском 1730-м, на Латвийском 1525-м году. Но это только такие упоминания. Эти книги не найдены ни это, ни это. Первая книга, которую мы можем рассматривать, это Латвийская 1753-я Евангелия Тока Анна, которая издана заново. Ну на Латвийском это катехизис католический. Первая грамматика тоже 1817-й. Не очень она полная, не очень обширная может, не очень хорошая, есть там ошибки. Но 1644 года грамматика и Пуза нам известная, тоже не лучше. Ну в таком смысле оценивается очень критически, даже те замечания, которые сделаны по поводу характеристики этой грамматики, уже оценивается как кто-то более ценное, чем сама грамматика. Первые слова. Конечно это поздно, 1858-й год, но это уже слова Манзеля, известные, конечно это важные источники. Но это тоже неплохо, хотя мало исследованные. Ну первая газета, скажем, тоже расстояние большое, но видите, у латышей вообще целая, первая газета только, с 1822 года, это Латвия и Шаври, зазматрическая газета так называемая. Так что эта история не столь долгая, и в принципе у латкайских латышей она тоже была, так как они жили в отдельности, вот это все образовывалось у них уже автономно. Ну как писалось, видите, пользуется польская графика, которую можно видеть в их популярных материалах. Польская графика значит смягчение согласных определенными знаками, или это твердое Л, скажем, большая буква то же самое, маленькая, или СЗ, но эта графика очень хорошо известна литовским коллегам, потому что это та же самая основа. Мы уже на некоторой конференции об этом не говорили. Ну и некоторые писали по-другому. Эти тексты, оба текста, примерно 1899-1990 год, ну там плюс-минус. Вот тут очень интересный текст, который пишется на латайском, но уже русскими буквами. То есть «Ой, ой, набрад, ой, отзывозим буси», ну хотя на это слово посмотрим, буси, видно, все легко можно прочесть, и даже вот такой диалетный акцент, а оттенок, который потом в латайском бископном языке уже решается по-другому. Это стихотворение такого Питера Миглинника, пытающегося общественного деятеля, который в возрасте Христоса и ушел из этого света, потому что уже защищал крестьян, будучи единственным образованным, были одним из немногих образованных людей в 80-х, 90-х годах. Но в Сибири такие тексты не писались. В Сибири, может быть, еще в то время вообще не писали латкайцы, они только что начали туда переселяться. Президенческое движение начало берет в конце 19-го века, в начале 20-го. Но самое интересное, что мы находим следва Гальского уже сразу после их переселения. Вот тут у нас удалось такой уникальный объект найти. это в Красноярском крае. Да, надо было сказать, что наши лингвистические экспедиции проводятся с лета 2004-го года. Всего их было уже 8, и мы в основном исследуем Красноярский край, то есть ищем поселения латкайские в основном, но и другие платыши не входим, и стараемся найти как можно больше людей, которые говорят на своем. Итак, у нас теперь уже очень-очень много материала, аудиоматериалы набрано, и мы этим материалом, конечно, этот материал мы исследуем. У нас уже не только работы, ну, семестры-семестровые работы, но и 4 бакалаврских уже, одна магистрская работа, и в этой работе есть продолжение, потому что студенты тоже заинтересованы, и общее для себя, ну, как начали с нашей экспедиции, научились охватывать человека, и уже уйти от этих людей так легко отойти, и от этого всего материала невозможно, несмотря на то, что и нашей молодежи, может быть, не всегда хочется серьезно заниматься там форумами, и прослушивать аудиозапись, и переписывать, и тем более монетическая транскрипция, и транскрипция, в которой не все вопросы решены еще, это довольно сложно, но все-таки ребята тоже увлекаются, и мне это очень приятно, так как я работаю в Лангейском университете. Мы вернемся к текстам сибирским. Этот крест, как видите, в 1910 году, и на нем написано. Написано то, что вы видите рядом. Это крест из лиственницы, он, очевидно, в это время и поставлен, потому что никто не помнит, что бы кто-то его ставил, Красноярский край, Дюхтецкий район, и такой поселок Двинка. Кто знаком с историей Балтики, конечно, знает, что такое Двинка. Это бывшее название Далгого плюза. Для теперешнего города и был такой Двинский уезд, Двинский уезд, Ютинский и Ежицкий, из которых люди выезжали в Сибирь. Ну, интересно то, что, в отличие от тех, которые вы видели прежде, тут все большими буквами написано, прописанными. И вот это тоже очень, надо на это обратить внимание, потому что тогда тексты писались так, как люди это умели. И они, в первую очередь, вот такие большие буквы выучивали, и когда сами стали писать, то сперва проводили большие буквы в основном. И это не только из этого момента можно судить, и когда читаем локальские газеты, когда вот, например, такой культурный деятель Транцкент, издатель этого первого упомянутого локальского газета пишет, что люди очень неграмотно присылают корреспонденции, вот пишут большими буквами только. Но, тем не менее, надпись по локальски. Что хотелось сказать сегодня? Если уж сибирские тексты, то о них надо говорить. Нас, в наших экспедиций, очень удивляло, что мы так много находим вот книг такого типа. Я даже одну привезла, вот в оригинальной упаковке. Даже, как видите, я вам передам ее по рукам, немножко в другом виде. Само по себе, оно не очень уникальное. Это начало 20 века, это можно судить по графической системе, которую в книге находят. Но, вот такие книги, такие молитвенные книги, люди сохраняли, передавали с поколения в поколение, и про них мы будем сегодня больше говорить. Потому что это основные сибирские тексты, локальские тексты в Сибири, которые мы находим очень изобильные, напечатанные. Но, это не значит, что эти книги печатались в Сибири. Просто теперь я для себя нашла ответ на один вопрос. Если уж столько много книг издавалось такими большими тиражами, такими большими тиражами, таким количеством молитвенники отца, куда они подзывались. Конечно, они сохранялись и в Лавдарии, и до сих пор тоже есть в некоторых домах. Но очень много, очень много, может быть даже тысячами, они ушли также в Сибирь. Ну вот я передаю, можете полистать, кто не боится, но там, так сказать, каждый видит этого, что такими книгами пояснилось. Можете спокойно посмотреть, как это выглядит, и что значит «пильнями глопата». Вот то, что указывается здесь, «пильнями глопата», вот это как раз и есть, «пильнями глопата». Одна из таких. Ну, конечно, теперь люди уже, многие и не могут читать с новоткальством, и они нам говорят, берите, пользуйтесь, потому что мы уже не читали, и много им уже ушло, потому что многие хотящие говорили, положите мне в гроб, чтобы по миру не сеялись эти божеские слова. И многие ушли вместе с людьми в гроб, это тоже факт. Но, в принципе, их в свое время было очень много. И вот, когда иногда мы пишем в своих статьях, что во время закрытой печати издавалось несколько книг, несколько книг, то это несколько книг, сказать, это грубо взято, даже очень грубо взято, потому что издания были побольше, там библиографы насчитывают 30-40 названий примерно, и тиражи также у них были огромные. Ну, это цитата из Литовца, очень хорошо известного источника, то есть сузская там была статистика, пису, я ту и шку книгу отца, что грузилась, и с 1864 года по 1896 год. Много пока же после книги издавались, и после этого еще. И вот видите, как в этом, сузская цель «Зауна Бейкутиса» или «Антрабайтиса», изданного в 1897 году, упоминается, сколько вот этой книги было издано и ишпардулада, то есть продано. Су автора, ну, смотря в каком, или в переплёте, или они так грубовато были, вот видите, вот 30 тысяч, ну цифры говорят самые последние, по 90 копеек, вот столько рублей уже издатели получили за эти книги, 30 тысяч, вот 100 копеек, и рублями сколько получается, вот столько-столько экземпляров, и вот общая численность. И когда они были так погрубее, по 40 копеек продавались, но тем не менее, сумма продажа уже большая потом. Ну вот видите, что сами литовцы пишут, почему они свои, эти самые статистические данные включают влагайцев. Ну, они говорят, вот катали, как с латвиямс, и да, уж генды, аппермумс, латинскими буквами, свои книги печатались, ну и получалось, что и книги вместе с нашими, ну, контрабандой издавались, а потом уже переправлялись. и это тоже самое, и издавались они в основном тирзитами. Тирзитами. Как они попадали в латгарию? Это тоже целая история. Вот можете посмотреть на источник, в котором можно видеть одного такого книга-ножку. К сожалению, латгарии и латвии, они мало известны. Если бы это касалось всей латгарии, может быть мы уже и знали эти имена. Пока мы знаем только одного человека. Притом это тоже узнали уже намного позже, вот когда эту свою монографию об обе плянды полиски писал Густав Монтейберис, он еще не говорил, что это за человек, он говорил вот тип плянды его жида фактора. Это один из явлений, который действовал, которого все знали, что он распространяет книги, и это он делал примерно 30 лет. 30 лет. И остался единственным, которого мы знали назвать именем. Это Зелекс, Гарнец, из Дагде, но их там было десятками, может быть еще больше. И вот когда я, коллегам уже самим евреям, во время первого латайского съезда сделанного в городе Дагапилсе, два года назад, спрашивала, почему вы вот этим вопросом не занимаетесь, неужели никому это неинтересно, сколько их было, какие имена. то казалось, что им пока это неинтересно, под вопросами Голокауста, конечно, очень многие занимаются, но это ведь тоже такая страничка в истории народа, я думаю, стоит этого, чтобы расследовать серию. Какие книги мы находим конкретно в Сибири? Вот это самое древнейшее, ну, судя по надписи, что издание 1863 года, и это священные песни, священные песни. Вот эта полная книга, которую я пустила по рукам, это уже такое как двухтомник, в нем и песни, и молитвы. А тут вот только песни пока, отдельное издание. Этот год 1863, он может быть и ложным, потому что видите, кто издатель? Бейнарович. А это Бейнарович был сам, ну, извините, большой журник, он очень пользовался тем, что в мире большой спрос имеют, и поэтому он издавал с большими ошибками, и вообще не заботился, чтобы они были хорошие. Издал он много книг. Возможно, и вы его знаете, да? Вот. И, возможно, год ложный. Но это самое старое. Но что мы находим в этих книгах? Конечно, мы пытались сравнить тексты, которые находятся в Сибири, с текстами потом, которые находятся в библиотеке в Латвии. И у нас даже этими вопросами занимается специалист, профессионал, уже библиограф, такая, Инна Ара Клейкере, руководится отделением древней книги национальной библиотеки нашей и рукописей. Ну вот. И, может быть, когда-то она предоставит уже более обширный и научно обознованный материал полностью. Это только наши заметки общие, может быть, все вещи, которые мы переговариваем между собой. Такая песня, которая рождественская, при рождественское время научилась. И, может быть, это интересно посмотреть. Вот, как выражается польская графика. И это песни, которую мы услышали от наших сказителей, они поют еще ее. И вот, представляете, если это конец XIX века, и вот теперь эти слова звучат так же, как они звучат лотарией, и даже мелодия та же. Это большая ценность, конечно. Какие песни имеются там еще? Ну вот, ради интереса сравниваем некоторые тексты. Например, эти священные песни 1821-е, а тут 1899-е. Это я говорила, что после Суска и Андробайдиса еще были издания, только мы снова не все их не про все знаем. Потому что у нас эти так называемые тоже пока мало исследованы по самому библиотову. Вот видите, вот здесь вечерняя песня Болз. Какой мелодии петь надо? Совершенно то же самое. И вот как добрано шо езу? Это так, как поляки ее поют. Значит, это просто перевод польской песни. И мелодия такая же. Но это очень важная песня, так как с ней ну, деревня Лондарии жила конец 19-го, начало 20-го года и может до каких-то 30-х. Потому что это песня майских песнопений как раз. И вот текст, который известен и нашим соотечественникам Сибири, живущим, и в Болгарии. Что касается графической системы, она мало менялась, и это значит, что канонические тексты, ну, они следуются и много общего, потом и в дальнейших изданиях только некоторые отпечатки могут быть. тут тоже, вот смотрим, например, тут 1d, а тут 2d. Насколько это обосновано, это уже другие короткие не обозначаются таким образом, с повторением, скажем, согласного. Например, тут отличие, на переменю, так нет, сапыну, а тут сапыню, сапыню. вот это уже ошибка, это ошибка в позднейшем издании. Вот это как раз основная черта кадровакций, никто уже не следил за корректурой, и невозможно было следить за эти люди, которые занимались книгопечатанием, это не были самые макайцы, и священники наши тоже не следили за этим, как следовали. Ну и вот получаются такие ошибки, потому что это слово «сапынс» основано «о», «сапынс», а тут «сапыню» уже другая морфологическая система. Или, например, вот такая, которую в честь Марии, Девы Марии, и кто хочет служить Святой Марии и Деве, кто хочет поклоняться, пусть приветствует ее всегда, пусть читает разные молитвы, коронки, и каждый день, сказки и нас. Такая же конструкция, как и в литовском, теперь в латышском языке другой пользуется, и латгальцы тоже помнение латышского языка пользуются другой уже. И совершенно, 1833 год, который в наших библиотеках, и вот снова в этих сибирских книгах. Тот же самый текст, ну вот немножко, немножко что-то отличается, например, прописные буквы, потому что в одном было другое нет, тут, например, разница. А так, в принципе, тот же самый текст. Канонические тексты, они содержатся в одной редакции очень-очень долго. Ну вот эта книга, книги, которые мы находим в Сибири, конечно, эта, которая я отпустила по рукам, это уже грубый, как я говорила, вариант, но тут, тут, наверное, за этики платили, у меня это много, потому что они уже с обложкой. Смотрите, что с какой обложкой. Ну, это, например, розауэгра у данного имущества, а это такой даглисон до спинка. Они отличаются, уже сразу видно, что это разные издания, вот по спинке этой книги. Как можно узнать, с какого времени, с какой поры, почему я могу говорить, что в Сус-Крациангра это не всё есть. Вот смотрите, в книгах прикладывался такой талендарь, несмотря на то, что контрабартия дату ну, не то, что указывали, там, ну, до запрета печати ставили какое-то число, какой-то год, но тем не менее, календарь ведь должны были прикладывать такое, каким можно пользоваться. И вот, зачем человеку покупать книгу, которую ставит календарь, скажем, в конец 19 века, и вот этот цибиряк уезжает, ему же надо считать время, и он не хочет в каком-то тысяч пятьсот, ну, шестьдесят седьмом году жить, да? И вот, пожалуйста, 1899-е. Вот этот год в календарях обеих книг, которые увидели с обложками раньше. Ну, смотрите, что дальше. Потом, когда уже была Сталибинская реформа в 1906-е, седьмой год, тогда еще больше людей отправились туда в Сибири, книги все везли с собой. И вот даты указывают, что уже и другие издания. И тут еще в Вильнюсе, там Завадского, но уже подготовитель ксенз наш католический. Книги показывают нам сами сказители. Вот эта женщина с 1922-го года рождения. И наши студенты их осматривают, конечно, с огромным интересом. И вообще, в первой экспедиции это была, конечно, сенсацией. Ну, а что потом? Конечно, надо что-то делать с этими людьми, которых мы нашли. И вот начали заниматься уже почти такой просветительской работе. Это одновременно обеспечивает успех и, ну, в исследовательской работе. Потому что так мы можем сказителей побольше найти, так мы побыстрее их находим и так далее. Вот это Гродня Юлы. Ее уже нет. И она уже держит текст. Она уже не свою книгу читает. Она уже читает текст, подготовленный нами, но подготовленный как имитация этих текстов. Материалы очень интересные. Например, вот этим летом мы нашли у некоторых пересуденцев уже сохранялся контакт все-таки с Латвией. Тут оказалось в Томской, Томской области уже. Вот присылали материал из Латвии. И вот тут, например, конкретно из Варковской области оказывается. Ну, хотя фамилии этих людей уже и указывали, что они из, очевидно, из Прейского района, ну, в том числе из Варковой. Вот из какого-то издания 20-х годов этот снимок и вот кто-то присылал, не зная автора этой надписи, мол, ваши мамины в Ботовке, ваши мамины были из Варковой. такой, такой. Так, какие еще издания присылались? Конечно, это в основном, как видите, снова духовная операция в Крыскус-Карукс, вот 1924 год, Гориэкс-Ландровск, вот в Ацово-Истудеем объезды. Ну, конечно, они в таком виде, в каком вы видите, они не очень хорошо сохранены, но будем иметь в виду, что там же была и пара коллективизации, тогда, когда эти все вещи, которые изъяли у людей и старались изъять и 1937-1938 год, который только до меня дошел, что это такое, вот мы знаем, ну, про некоторые народы, как много они перетерпели, но я думаю, это 1937-1938 год, это еще не вошел в историю, и тоже об этом больше надо было поговорить. Сваты и Роксты, это титульные листы того же самого, вот он уже 1933 год, да, и это из греческого оригинала даже перевел Священные Заветы. Ну и, конечно, рукописи, рукописи, вот это тоже мы нашли в деревне Малиновке, различная система стабильная, и примерно та же система, которая укрепилась в Латвии в 30-х годах. Это кто-то переписывает, а у них довольно много и переписанных текстов, переписанных, потому что, ну, очевидно, отдельные вещи более нужны были, и умножались таким образом, как и в временах запрета печати, так и в Сибири в это время. Вот видите, как переписывается, интересные, ну, тут 1910 год, книга, вот, конечно, русские газеты пользуются ими, когда что-то починить надо, но и вот человек переписывает вот этой страничке, что-то очень-очень нужное для него, действительно магия, вот, и своя у него уже графическая система, например, придумал, это мужчина, такой виталый исподис, придумал, что долгое, недолгое, надо обозначаться вот тут, с точкой наверху, да, как в литовском языке, а почему он так решил, потому что, оказалось, у него есть молитвенники на литовском языке, просто такое, очень интересное, и собиратель, католик, ярый, и вот, все собирает, что ему приносят, русские книги там приносят ему, целые коллекции, у него получилось, и также, да, также, вот, тоже, это в другом месте, но, переписываем песни, которые самые нужные. не все могут писать латинскими буквами, не все, и вот, что потом делают, как текст превращается, какая графическая система, пользуются кириллицей, и вот, как это, это, а ца шпершон пасауле, прощение с этим миром, здесь песня такая, такая, есть, есть, в принципе, тут мяткое должно быть, но оно не обозначается, не все возможно, грая такое, русского языка, ну, показать, что лакайсном есть. Ну, это, такой, священный текст, таус мылсо, отче наш, мылсо, мне, люди, в том, русском языке, вот, вы пользуются, но правильно ли, они потом изучают, и все это говорят. Книга, которая, подарена учительнице, потом уже, сперва, как ученице, такие тоже, находим, ну, такие записи. Эта учительница жива, по всей день, как видите, в экспедиции нашли, и даже пишет стихи, и пользуется этой системой. А что делают молодые? Молодые уже таким образом. Они пользуются, за ты же свою систему, которую предлагают им учителя из Латвии, то есть, члены наших экспедиций. Вот это как раз, перед коллегзийным сварком, перед Рождеством, в прошлом году, год назад писали. Ну, это уже, что готовим мы учителя, мы думаем, как до них донести это слово. И, конечно, надо думать об этом больше. Вот поэтому, теперь, с коллегой Алексеем Викторовичем, садим, или сидим над таким зданием, может быть что-то получится. И вот все нерешенные вещи тут видны, это пока прислуга нашей общей работы. И спасибо за внимание, и спасибо за эту презентацию, за общую работу коллеге Алексею Викторовичу. и будем надеяться, что это тоже для результата какого-то конца. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Надеюсь, в комментариях, какого доклада вынесло по ЛАРу, потому что время регулярно нас проживает. Еще раз благодарю Азбина за прекрасный доклад. И я предоставляю слово следующему докладчику, Янину Пушкину, «Свои вещи в чужом пространстве». На материале подвески. Ясно. Уважаемые, я думаю, что нас всех объединяет, поэтому называют уважаемые топорного филы. Потому что темы, о которых мы отламываем, разные, но, видимо, любовь к Владимиру Николаевичу у нас общая и это объединяющее начало. О мире вещей, как о том, что полезно человеку, писал в своем исследовании о Феодосии Печерском и его житии Владимир Николаевич Топоров. Вещи в святом мире, цитирую, появляются естественно, не тесно, по мере необходимости. Поэтому и мир, создаваемый ими, прост, как прост и сам Феодосий, и разумно упорядочен. Конец цитаты. В упорядоченном мире упорядоченные вещи, они выполняют чисто утилитальные функции. Какова роль значения вещей в неупорядоченном, разрушенном мире? В фокусе внимания данного выступления вещи, которые с собой на чужбину брали те латыши, которые в XIX веке со своей Родиной направлялись в другие места в поисках свободных земель, в депортациях 1941 и 1949 годы, в эмиграцию в конце Второй мировой войны. То есть, речь пойдет о кризисных ситуациях, где часто времени на обстоятельное обдумывание, что брать и что не брать с собой, почти не было. В основе доклада материалы, собранные в экспедициях Латвийского университета в 2004 по 2008 годы в Сибири, в Беларуси, в латышских диаспорах, основанных в XIX веке, а также материалы, собранные в США, Канаде, Швеции, где проживают до сих пор латышские диаспоры, основанные после Второй мировой войны. Усиленный интерес к миру своих, в данном случае латвийских или латышских вещей, начался с экспедиции 2006 года в Швецию, где опрашивались латышские, извиняюсь за термин, которая решена от коллеги вызвал неприятность, эмигранты. Ну, я совершенно в нейтральном понимании. Гетербурге в одном из латышских поразил не сам рассказ одного мужчины, Херберта Утиписа, 1933 года рождения, об эмиграции в конце Второй мировой войны, а старинной алюминиевой молочной бидонной нам называется Центра, поставленной на видном месте в его доме. Оказалось, что бидон был взят с собой в дорогу, когда семья Утиписа, фамилия, да, лодки с другими беглецами в конце войны переправлялись в Готланд. Можно предположить, что в бидоне держали питьевую воду, хотя бидон невелик, и много воды в него не наберешь. Но зачем сохранять уже совсем не нужную вещь в Швеции более чем 60 лет? Сам Утипис, когда спрашивали его об этом, ничего толком объяснить не мог. К данному молочному бидону недавно присоединился другой, если можно так назвать, бидонный рассказ. Проживающая в США Ева в Сент-Иване, родившаяся в 1937 году, вспомнила, что в 1944 году, отправляясь на корабль, будучи ребенком, у каждого из ее семьи был свой рюкзак с вещами, плюс у каждого еще в руках вещи. У семиленней Евы в одной руке был теплый плед, а в другой алюминиевый молочный бидон, наполненный земляничным вареньем. Бидон с ручкой, как рассказано от Ева, был легкий и удобный для переноса и пользования, а главное, не бьющийся, как она говорила. Можно предположить, что практичные латыши, отправляясь в дальнюю и неизвестную дорогу, брали с собой вещи, которые были удобны для пользования. Как будто данную мысль, но с комической точки зрения подтверждает рассказ, услышанный об латышей в Сибири. Когда в конце девятнадцатого века латыши собираются в далекий путь осваивать сибирские земли, не знаю, место ли тут слово осваивать, в общем, перебраться в Сибирь, кто-то посоветовал одной семье взять с собой камень, который в качестве гнета кладут в бочку с капустой для ее скорейшей закваски. якобы там в Сибири нет камней. Что стало там в Сибири с этим камнем, устная история умалчивает, но всю дальнюю дорогу камень эти латыши тащили с собой и дотащили таки, хотя на дорогу ушел не один месяц. Таким образом, можно предположить, что, собираясь в чужое пространство, человек берет с собой практические вещи, начиная от одежды и качая камнями, которые, потом оказывается не очень-то нужны. Но не только, и кажется, не столько. Практичен ли национальный костюм, который, отправляясь в эмиграции или в ссылку, брали с собой довольно многие латышские женщины? Практичен ли альбом с семейными фотографиями? В книге какая-то доля практичности есть и в этих вещах. Национальные костюмы, трудные послевоенные годы, в Сибири, даже на Западе перешивали на платьице дочкам в лагерях перемещенных беженцев в Германии, а он депортирован в Сибири и на север юбки или кофты национального костюма из добротной шерсти помогали спасаться от холода. Но зачем тогда уже после смерти Сталина, когда советский режим послабел, сосланные женщины из тонкой марли или из мешковины опять стали шить национальные костюмы, в которых приходили праздновать Иваном День и Анну. Кажется, мы недалеко ушли от представления в самом случае кризисных таких моментов. недалеко ушли от представления, что наши вещи это продолжение нас самих и часть нашего пространства. Так, если говорить об Алтах, общеизвестно, что в качестве могильного инвентаря плавили личные вещи, украшения, оружие, орудия, трудоорова, как и многие другие народы. Еще из 16 века сохранились известия лжите Наполеонии, которые кладут умершим в могилу деревянные топоры, немножко еды, питья и денег. То есть, с одной стороны, вещи как бы с практическим значением, если верить в загробные жизни, но с другой стороны, вещи совершенно непрактичные. Они же остаются лежать в могиле, если только не предположить, что в основе данного обычая вера не только в душу человека, но и в душу вещи, предмета, которые после разрушения земной оболочки приобретают нематериальную оболочку. Направляясь в чужое, незнакомое пространство, особенно не по доброй воле, человек готовится к всевозможной опасности и старается взять с собой наиболее необходимое, но из многочисленных интервью с людьми прижившими это можно было заключить, что наряду с обыденными вещами и предметами, как посуда, теплая одежда, еда, почти всегда брались вещи с символическим значением, наполнением, как национальный костюм, альбом семейных фотографий, любимая книга, иконка и тому подобное. Нагляднее всего это, пожалуй, видно на примере детей. Так, литературовед Ланита Морежнец, родившийся в 1935 году в Риге и проживающая в США, вспоминает, что в 1944 году выезжая взяла с собой плюшевую мишку, любимую книжку сказок и тетрадку с своими собственными стишками. Ее мать взяла с собой портфель с документами, записными книжками и сменными фотографиями. Когда в 1948 году в фишбакском лагере беглецов случился пожар, и мать единственная, что успела выбросить из горящего барака, это был портфель. Портфель с содержимым все послевоенные годы хранился в доме в плане куму и жмейце без какого-либо практического применения и практической пользы. Как вдруг после 1991 года, то есть после обретения независимости Латвии, оказался даже с очень практичным применением. Случайно в портфелях сохраненные документы помогли доказать право на недвижимое имущество семьи можно и цель латвии. Так и не знаешь, что практично, что нет. Среди вещей в чужом пространстве особенное наполнение у фотографий. Они, с одной стороны, выполняют функцию памяти, помогают не забыть родных, родные места, с другой стороны, они имеют какую-то магическую функцию. В эмиграции в ссылке фотографии родных и фотографии запечатлевшие родные места придавали силу выдержки. Это понимали и догадывались об этом те, кто в 1930-е годы приходил арестовывать людей. как по воспоминаниям фауэры строги, проживающие в 1930-е годы в Ленинграде, во время ареста у тех, кто приходил арестовывать и сделать обыск на квартиру строги, особенную неприязнь вызвал альбом фотографий и семейная переписка с латвийскими родственниками. Что за письма? Почему так много фотографий? На что ответ? Пожалуйста, пожалуйста, не отнимайте, это мои родные. Отец был революционером, брат коммунистом, он теперь сидит в латвийской тирке. Какие цитаты? Уговоры не помогли, все вещи, у которых было какое-то прикосновение личного, непрозрачного, фотографии, письма были в этом, я думаю, не только в этом обыске 1930-е годы изъяты. В журналах, газетах, западных эмигрантов, особенно первое десятилетие, не появляется ни одной фотографии новых мест проживания. Все фотографии отображают родное, свое пространство, латвийский ландшафт людей, национальных костюмов и т.п. Вещи на чужбине являются частью своего утраченного пространства. Не любые вещи, а в основном вещи с каким-нибудь особенным наполнением. Для христианина это нужно быть уже упомянутым молочным видом, для латвической женщины национальный костюм, для всех фотографий близких и родных мест, людей. Здесь не идет речь о так называемых священных вещах, как четкие иконки, священные книги, а именно обыденных, которые приобретают особый статус в новом, чужом пространстве. Дома, на родине, во дворе крестьянина специальный камень бьет, наверное, валяется где-нибудь в сарае или другом подсобном помещении. Никто его не замечает и специально память не держит. И рассказывал, о нем не рассказывает. Он часть своего пространства и имеет чисто практическое значение, не более. Вещи из своего пространства, взятые с собой в чужое пространство, помогают дольше сохранить прошлое и пережить ненадежное критическое настоящее. Свои вещи и свое пространство можно сохранить в памяти. Зачем же тащить с собой в чужое пространство лишние вещи? В эпоху дигитализации фотография часто не становятся вещью, а может сохраниться в памяти фотоаппарата, компьютера, джордан, диски, флеша и тому подобное. Но приобретая статус вещи, такого рода фотографии, не напечатаны. Вот как Татьяна Владимировна говорила о том, каким образом издать оставшиеся рукописи Владимира Николаевича. дигитализация или клинику держать в руке? Кажется, нет, поскольку к ним нельзя прикоснуться. И такого рода фотографии не хранят прикосновения своего пространства. как могилу раньше открывали любимые вещи, а не вещи вообще, так и в неизвестную дорогу, ссылку в эмиграцию латышей, но, конечно, не только латыши, брали с собой знаковые репрезентанты своего обжитого пространства. Если таковых не успели или забыли взять с собой, то любая вещь из прежнего пространства становилась вещью с особенным наполнением нового пространства. К примеру, молочные бидоны и портфель, который забирался с собой с практической целью, а на чужбине приобрел знаковый статус. Проживая в своем привычном пространстве, чаще всего мы особенно не замечаем вещей, которые нас окружают, разве что стали и заменяем новым, более современным. В эмиграции даже под прошествием долгих лет проживания жилище формируется, подчеркивается особыми вещами, которые являются знаками идентикета. Так, в домах латышей в США, Канаде, Швеции почти всегда на почетном видном месте картины латышских мастеров, декоративные латышские пояса, латышская керанга, латышские книги, многие из которых, наверное, не прочтены и не будут прочтены. Они играют функцию своей вещи. Они как бы хранители границ даже для людей основные стимулы жизни, которых экономические стимулы. Фасмар связывает русское слово «вещь» с древнеиндийским «ваянс» «сила». Так это или не так, но многочисленные примеры свидетельствуют о том, что отношение к «вещи» в критических ситуациях у людей особенное. «вещь» дает человеку самому ему недостающую силу выжить, вытерпеть в чужом пространстве. Спасибо. Спасибо большое за доклад. У нас 9 минут. На вопросы напоминайте, пожалуйста. Вопросы у меня были очень конкретные, но потом будет несколько соображений, если позволить. Что вы называете словом в портфель, а не допустим какая-то другая сумка? Это вроде бы небольшая сумка где приняты исключительно бумаги или какие-то информационные вещи, или что-то другое? Не видела этого портфеля и уточнить не могу. По-видимому, это действительно был такой, ну, как профессорок не древних, а прежних времен. Такой очень уместительный портрет, в котором вмещается много ума и личных вещей. Я так понимаю, поеду в следующий раз, уже сфотографирую. у крестьян не может быть государственной семьи. представитель интеллигентной семьи, в Риге в общем-то, да, действительно очень интеллигентная семья, которая это женщина сама была писатель, муж писатель и государственные деятели. сфотографируют да? Теперь, если можно, несколько соображений общего порядка. Во-первых, вам огромная благодарность не только за научную, но и за большой нравственной смысл того, о чем вы рассказали. И вот тут несколько моментов. Вы противопоставляете нечто духовное чему-то обыденному. Вот слово обычной жизни, повседневной, вы называете словом обыденным. тут я попробую понять, что с самой-самой древней древности действительно в погребение клали предметы. Но дальше с этими предметами и с этим обычаем были вот такие вещи. Что обычный, он пережил все абсолютно мировые религии, абсолютно все, дожил до наших дней. И тут такой момент, что в погребение могут положить предметы, которые были очень тождественной жизни того, кого не стало. Но может быть и наоборот, те предметы, которых в жизни у него так и не было. И здесь еще один момент. Вы говорите о том, что у предметов есть или могла быть в рамках этого ритуала некая душа. Тут вопрос еще более сложный, потому что под воскресением даже во времена мировых религий отчасти как надежда предполагалось все-таки воскресенье телесное. И близкие предметы, они каким-то образом в этой жизни и после жизни могли помочь. По крайней мере вкладывание в новые времена уже во времена мировых религий, в поздние времена в современность, вкладывание предметов в погребение. Я знаю примеры, когда просто современным умершим просто в карманы костюма кое-что клали. И кладу. И кладу, да. Другой мобильник. 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 Да. Значит, здесь есть некая надежда, что вопреки тому, что говорит наука мировой религии, что все-таки некто он еще вернется. Ему нужен какой-то билет обратный путь. Но более всего меня в вашем докладе заинтересовала тема будущего, что люди, которые переселяются, ну, на примере Сибири, Швецию и Америку я не буду обсуждать, смысл другой, что люди, которые к некоему будущему, безвозвратными. Вряд ли кто-то предполагал, что они возвратятся куда-нибудь в Далбу, в Песы, в окрестности. И мне кажется, что они догадывались, что скорее всего в Сибири камни для скваживания овощей найдутся. Они скорее всего имели в виду, чтобы как можно больше значительного из жизни здесь взять с собой. я не могу долго говорить, только последнюю вещь сказать. Если у меня сегодня найдется время, я объясню, почему я вчера спровоцировала дискуссию по слову Те, о ком вы рассказывали, в основном это были нестыльные, а переселенцы не вынуждены. Другое дело, что голод тоже вынуждают. Спасибо вам огромное. Спасибо большое. Да, у меня только одно слово в голову. Пришло не совсем никакой уместной ситуации, но в других ситуациях происходит. Французское слово «сувенир». Да, и тут, конечно, если продолжить дальше, это «Лесманы», «Абулет». Тут огромное пространство. Да, за правовой прохладе, то я скажу сувенир, тогда за свою память. Да, да, да. Просто одно библиографическое добавление. Вы упомянули о вещах у Феодосии Печерского, но не упомянули работу «Апология Клюшкина». Да, да. Где как раз идет перечисление, то, что вы говорите, абсолютно ненужных вещей, которые необходимы, потому и «Апология Клюшкина». И, если можно, это воспоминание, поскольку это из Топоровианы, из нашей экспедиции 1962 года на Енисей, 1962 год, это когда еще плывешь по Енисею и вышки лагерей, и еще остается колючая проволока. А живут освобожденные. Мы приехали в деревню и выглядели там, как я понимаю, совершенно неуместными с теми продовольственными богатствами, которые мы привезли. Когда была семья, мать, сын и внук, латышские, ну они из лагерей и так далее, жизнь совершенно перекореженная. О вещах, которые, собственно говоря, не вещи, а это еда и скорее отсутствие вещей. Мы попросили мать, чтобы она нам готовила. Она пришла и спрашивает, можно ли взять нашу соль, потому что такую соль она видела только в своей довоенной жизни в Латвии. То есть очищенную мы привезли, а там вот это такая вот. Для нее это было очень тяжело. Потом она пришла и говорит, мальчик плачет, просит компоту из сухофруктов. То есть компот из сухофруктов даже в 1962 году, это никак лакомства не было. Он никогда этого не видел. Ну, естественно, мои, берите, конечно, зачем спрашивать, на третий день она отказалась готовить. Я это, ну, вот это гордый человек, конечно, она отказалась, потому что эти соблазны для нее, ну даже и для нее это было воспоминание другого мира. Мира вещей, которых их лишили, но которые она из гордости уже не собиралась восстанавливать. Если бы не внук, не десятилетний мальчик, который плакал. Ну, для меня это очень болезненные воспоминания, поэтому я его говорю не раз. Спасибо. Спасибо. Ну что ж, ну, будем перед вами. Спасибо.